Они отправляют наших ребят во имя. Родители Азимбека Абдулаева теперь только на фотографиях могут видеть сына живым. Три месяца назад они проводили его служить родине. Сегодня им привезли тело сына в гробу. Официальная причина смерти – самоубийство. Не верю. Мой сын очень любил жизнь. Всегда говорил, что придет с армии и помогать нам будет. Он такого никогда не смог бы сделать. Азимбека призвали в воинскую часть от Ираусской области. По словам родителей, парень очень хотел попасть в армию, а потом вернуться домой. Сослуживцы нашли его тело возле караула. Солдат выстрелил себе в подбородок. Психологическое тесто он сдал. Перед отправкой представители воинской части прибыли. У них тоже есть отдельная комиссия. Они тоже проверяли, психотест принимали. После того они его забрали в воинскую часть. То есть целые четыре? Да, да. Был абсолютно здоров. Абсолютно здоров. А там войскую часть еще раз они психотеста сдают. Потому что ему командование доверяет, что он действительно охраняет объект. Эта семья потеряла сына. Родители хотят знать истинные обстоятельства его смерти. Правду они намерены искать в суде. За полгода это второй случай подобной гибели солдат из Южного Казахстана на посту. В сентябре во время охраны колонии города Адбасар застреленным нашли жителя Шымкента Адхамбека Бекбулатова. Между тем, по данным прокуратуры Казахстана, небоевые потери Минобороны растут. В прошлом году в мирное время погибли 123 военнослужащих. Тогда как в позапрошлом году погибших было 86.